Добрый день! В этом видео я покажу как сделать двойной сиамский куб, но не из кубиков 3х3, как это обычно и чаще всего делают, а из кубиков 4х4. Для этой цели я приготовил два магнитных милонга. Технологию уже отработал на немагнитных кубах размером 62 мм. Эти поменьше и должны быть поудобнее. Ну и они магнитные, будет приятнее собирать. 3х3 сиамский у меня тоже магнитный. Для работы нам потребуется какой-нибудь ножик, я использую архитектурный резак, суперклей, отверточка и я использую еще кусачки. Первым делом нужно выбрать ориентацию, в которой у вас будут соединены кубики. Я выбираю такую же, как и на 3х3, потому что мне такая больше нравится. Соответственно соединяться будут вот эти ребра. Бело-красные и желто-оранжевые. Получается белый верх, зеленый фронт. Общий блок будет 1х1х4. Для того, чтобы соединить кубики, нужно некоторые детали извлечь. Чтобы это было проще сделать, мы отверткой ослабляем винт. Раз, два, три. У левого кубика извлекаем два ребра бело-красных. У правого кубика тоже сначала завлекаем ребра желто-оранжевые, но чуть позже мы вставим их обратно. Если бы у нас был кубик 3х3, мы бы просто надрезали бы вот эти ребра и приклеили к этим уголкам. Но здесь нужно убрать вот эти углы. Для того, чтобы четверка была более стабильна, лучше оставить ножку внутри. Поэтому этот уголок мы просто отрежем. Этот и вот этот. Для этого уголки даже не надо извлекать из кубика. Можно просто кусочками их отделить. Конкретно у этого кубика, именно мелангомагнитного, ножка развалилась. Поэтому я ее дополнительно склею. Извлекаем второй уголок и повторяем с ним то же самое. Уголки я поставлю чуть позже, пока примерим элементы. Я вернул ребра на место. И можно посмотреть, если их вставить таким образом, то места недостаточно. Поэтому, как и в кубике 3х3, нужно ребра немного обрезать. Используем нож и обрезаем примерно по углам, чуть меньше. Главное не отрезать магниты. На самом деле магниты в этом месте будут тоже не нужны, но просто чтобы были. Получается вот такая картина. Примеряем ее опять. И видим, что достаточно. Таким же образом отрезаем и второе ребро. Благодаря тому, что мы сохранили магниты в ребрах, теперь нам склеить их между собой будет удобнее. Мы стремимся получить вот такую конструкцию. Здесь два обрезанных ребра. Вставляются здесь на пустое место. И склеиваются ребра вот с этими углами. Ну и ребра между собой. Для верности я вот в эти ножки, которые надо поместить обратно в кубик, добавляю немножко клея. Для того, чтобы они не рассыпались внутри. Что маловероятно, но на всякий случай я это делаю. Для кубиков цельной ножкой такой необходимости не возникает. То есть на гуанцу я такого не делал. Помещаем ножки уголков обратно в кубик. Желательно убедиться, что кубик вращается как и прежде. Вот эти ребра мы будем склеивать, когда они находятся уже в самом кубике. Что иначе их будет ставить труднее. Перед самым моментом склеивания я рекомендую обратно закрутить те винты, которые мы ослабляли. Перед этим желательно запомнить, насколько и какую сторону вы ослабляли. Я делал три оборота на белой стороне здесь и на желтой стороне здесь. Соответственно, три оборота сейчас делаю обратно. На кубиках других моделей ослаблять и потом затягивать может также не потребуется. Проверяем компоновку. Проверяем вращение. У нас вращение должно сохраняться. Ну и когда все в порядке, склеиваем сначала ребра между собой, потом приклеиваем уже к другому кубику. Во избежание проигновения клея туда, куда не нужно, я кубик защищу бумажками. Сильно не помогут, но немножко воспрепятствуют. Конечно, можно какой-нибудь более суровый материал здесь подложить. Для того, чтобы склеить два ребра, достаточно одной капельки суперклея. Слишком много клея здесь не надо, он может растечься по кубику и он перестанет вращаться. Проверяем, что кубик все еще вращается, а значит лишнего клея нигде не попало. Те поверхности, которые вы склеиваете, должны быть сухими и желательно обезжиренными, но уж точно должны быть без смазки. Аналогично защищаем углы второго кубика и производим финальное склеивание. Для этого я наношу капельку клея с этой стороны, даю немножко подсохнуть. Если клей растекается, можно попробовать какой-нибудь ватной палочкой убрать излишки. Если видим, что клей стабилен, переворачиваем и делаем то же самое с другой стороны. Только на эти места капаем клей. Можно распределить клей зубочисткой. Убеждаемся, что клей нигде не течет и производим склеивание. Здесь главное не ошибиться с ориентацией. Проверяем, что оба кубика в одной и той же ориентации и их совмещаем. Максимально сильно прижимаем уголками левого кубика ребра правого. В зависимости от типа клея держим нужное количество времени. Я подождал примерно минуту. Удаляем бумажки. И проверяем кубик на работоспособность. Вращается так. Вращается так. Агрессивно в первое время крутить его не стоит. Лучше еще немножко подождать. Но главное, что у нас ничего лишнего не склеилось. Для 4х4 Гонсу этого было достаточно и все держалось хорошо. В итоге получается интересная магнитная головоломка, которую можно собирать на скорость. Да, это не очень дешево. Но результат вполне приятный. Ну и конечно же можно делать это из обычных четверок. Не обязательно магнитных. Есть некоторые особенности в сборке, но об этом уже как-нибудь в другой раз. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.